С учетом того, какие темы мы берем в последнее время, вы правда думали, что обойдемся без этой? Ха! По примерным подсчетам, потому что никто не знает наверняка, сейчас в мире около 42 миллионов секс-работников. 80% из них — это девушки в возрасте от 13 до 25 лет. В этом выпуске рассказываем, как же так получилось, что продавать свое тело люди начали в стародавние времена. Кто такие иеродулы? И почему вся эта тема так противоречива? Окунемся же в глубь веков и теории. Мы же здесь именно за этим, а не за оценочными суждениями. Не зря, ой, не зря говорят, что проституция — древнейшая профессия. Хоть это и просто выражение такое. Считается, что она существовала во всех обществах, но само название происходит от латинского «проститутео», что переводится на русский как «выставляю на показ для разврата». «Бесчещу». В общем, понимание термина «проституция» — это оказание сексуальных услуг за деньги. Но не всегда здесь могут быть замешаны взлеты. И есть такое понятие, как гостеприимный гетеризм или гостевая проституция. И тут все надо понимать буквально. У некоторых народов гостю чужеземцу было принято предлагать разделить ложе с кем-то из женской части семьи. Например, такое было у народов Крайнего Севера, в том числе в Российской империи. Ученые считают, что гостевая проституция — это осколок матриархата и отголосок группового брака. Древнейшая форма отношений в родовом племени, когда, грубо говоря, все-все его члены принадлежали друг другу. Ах, как романтично. Он существовал еще задолго до появления моносемей, как вообще варианта отношений. Сейчас такая штука по факту переживает второй рассвет. Хотя ни в одной стране мира брак между более чем двумя людьми не разрешен. Каждый же у нас живет как хочет. А вот некоторые выбирают жить так. Эта форма отношений считается одной из форм поливерности. Вернемся к гостевой проституции. У нее было несколько целей. Во-первых, гостеприимный гетеризм был часто связан со святой верой в том, что чужеземцы могли принести с собой плодородие. Так что это было что-то вроде ритуала, о которых нам тоже есть что сказать. Но позже. Вторая цель касается закрытых сообществ. Благодаря чужеземцам происходило разбавление генов, а как итог рождалось более сильное потомство. Что вполне логично, чего греха таить. Мы все знаем, с какой скоростью накапливаются мутации, если скрещивание происходит постоянно внутри одной группы. Посмотрите хотя бы на ашкеназов. Оставь коммент, если хочешь ролик про генетические болезни разных народов. Ну и третья для современного человека весьма непонятная цель. У некоторых этносов, например, в Тибете, считалось честью, если чужеземец примет такой подарок от хозяина дома. Мнение подарка, разумеется, никто не спрашивал. Но часто она была более чем не против. Чуть больше про деньги, ритуальная или культовая, или храмовая проституция, называйте как хотите, суть от этого не меняется. Объясним на примерах, к черту теорию. У шумеров такая штука зафиксирована еще в кодексе Хамурапи. А это на минуточку 18 век до нашей эры. Там четко прописана разница между обычной секс-работницей и иеродулой, или храмовой проституткой. Причем у Надиту, так они назывались, права защищались так же, как и у замужних женщин. Ой, ну и нельзя не рассказать про один факт из жизни вавилонского общества. Он довольно распространенный, но без него рассказ про проституцию будет неполным. Все женщины должны были раз в жизни прийти в храм богини Иштар и сидеть там, пока какой-то мужчина не кинет им в подол деньги и не совокупиться с ним. Некоторые ждали годами, как вы понимаете. Очень фукали на это древние греки, особенно Геродот, который это и описал. Кстати, ритуальная проституция была и в Древней Греции, и существовала параллельно с обычной. Известно о таком факте в храме Афродиты в Каринфе, а кроме того в других городах эллинистического мира. Ну-ну, Геродот, ну-ну. Любопытный факт. В Индии храмовая проституция была запрещена только в 1988 году. До этого по всей стране были храмы с дивадаси, женщинами-танцовщицами, которые отдавались прихожанам из высших каст. На другом краю земли то же самое. У ацтеков было даже божество, которое покровительствовало Иерадулам, а распространена была и женская, и мужская проституция. Мы уже рассказывали, что человеческим жертвоприношением и якобы каннибализмом испанские конкистадоры оправдывали уничтожение индейцев. Вот в этом ролике. Так вот, проституция испанским моралистам тоже не нравилась. Кстати, о христианстве. Еще блаженный Августин якобы говорил, «Уберите проституток, и в город придет смятение». С укреплением христианства так и поступили. Проще говоря, оставили в покое. Веселуха началась, когда из Нового Света привезли сифилис. Вот это был удар по бизнесу, похлеще ковида для ресторанов и туризма. А что же сейчас? Да, не ясно. Где-то проституция наказывается уголовно, где-то административно, а где-то легализована. Сошлись пока только в одном мнении, что вовлечение несовершеннолетних в такие занятия – это преступление. Разумеется, никак это оценивать мы сами не будем. Мы только рассказали о том, что было в стародавние времена. Ставь лайк, если было интересно, подписывайся и включи уведомления, чтобы не пропустить другие видео на странные, но интригующие темы. Всем история!